Доброго времени суток! Это шестой урок по программе RealFlow. Сегодня мы с вами разбираем тему работы с графиками анимации. Итак, в сцене у нас есть сфера. В нулевом кадре давайте создадим ключ, нажав кнопку K. Перейдем в 50 кадр. Сдвинем сферу вперед и вверх. Нажмем K. Перейдем в сотый кадр. Опять сдвинем сферу. Нажмем K. И давайте в 150 кадре снова сдвинем сферу вперед и создадим ключ. Проиграем анимацию. Теперь выбираем сферу. Раскрываем вкладку ноды, если она не раскрыта. Выбираем пункт Position, потому что сейчас мы работали только с позицией. И выбираем путем нажатия правой кнопки мышки следующие параметры. Либо все параметры Position, либо какой-то из параметров отдельно. Давайте возьмем полностью все параметры Position и выберем команду OpenCurvers. Открыть кривые. Итак, давайте посмотрим наши кривые. Значит, по Z мы сферу не трогали, не сдвигали. По Z у нас все ключи находятся в нуле. По Y у нас есть вот такая вот кривая. Теперь сразу хочу сказать, если зажать Alt и правую кнопку мышки, то можно масштабировать данный график так, как вам удобно. Значит, основная работа с кривыми такая же, как и во всех остальных 3D пакетах. Если мы выберем все ключи, то мы можем применить к ним различные варианты интерполяции. Это линейный, пошаговый и в виде сплайнов. Далее, выбрав каждый ключ и выбрав вот такие вот рычажки управления, мы можем изменять кривизну с той или иной стороны плеча кривой, скажем так. Далее, щелкнув просто по ключу, мы можем двигать его влево-вправо, то есть смещать, да, либо по кадрам вперед-назад, и вверх-вниз мы меняем его значение, то или иное. Что к этому можно добавить? Вот в этом поле у нас отображаются кадры. Мы можем вручную задать нужный нам кадр. В данном случае у меня сейчас кадр выбран, да, и он перескочил с 50-го на 30-й кадр. И я могу указать точное значение, которое мне нужно. Например, 3. Далее, нажимая значок увеличителя, можно увеличивать или уменьшать масштаб графика. Так, и давайте рассмотрим вот эти вот кнопки. Красная стрелочка позволяет удалять ключи вот таким вот образом. И наоборот, зеленая стрелка позволяет добавлять дополнительные ключи. Прежде чем продолжить работу с графиком анимации, не забывайте делать эти кнопки неактивными. То есть, смотрите, кнопка нажата, кнопка отжата. Выбираем ключ и изменяем кривизну графика. Изменяем значение. Все так, как нам нужно. То есть, по аналогии со всеми остальными 3D-пакетами. Если вы смотрели уроки, которые я делал по MotionBuilder, то мы там также неоднократно разбирали графики анимации. Давайте попробуем создать теперь циклическую анимацию в программе RealFlow. Я удалил все ключи. Сейчас сфера находится в нулевом положении. Итак, в нулевом кадре создаем ключ. Кей. Идем в 30-й кадр. Поднимаем сферу вверх. Давайте выставим точное значение. Три. Нажмем Кей. Идем в 60-й кадр. И опускаем сферу в ноль. Так, вот здесь у нас тоже сбилось. Подправим ноль. И нажимаем Кей. Теперь идем в Position. Нажимаем правой кнопкой мышки. Выбираем Position Y. Open Curve. Выделяем все ключи. Также вы можете для масштаба использовать колесико. Идем в команду Case. Выбираем Last Node Behavior. И выбираем команду Loop. Если мы посмотрим, то вот тут-то у нас график анимации продолжился. Немножко масштабируется плохо. Так, вот он. Но я надеюсь, вам видно. Давайте я его сверну. Вернемся в нулевой кадр. И проиграем анимацию. Итак, как вы видите, анимация зациклилась. Идет движение по оси Y. Также в программе RealFlow есть очень интересная возможность создавать циклическую анимацию при помощи математических формул. Итак, берем сферу. Во вкладке ноды опять-таки идем в параметр Position. Выбираем позицию по оси Y. Выбираем открыть кривые Open Curve. Нажимаем на кнопку Insert. И вот здесь у нас есть ряд математических действий. На примере синуса давайте рассмотрим, как это работает. Итак, выбираем синус. Затем в скобках ставим букву латинскую T маленькую звездочка и давайте поставим цифру 5. То есть, в данном случае буква T и звездочка они будут играть как математические знаки своего рода. Цифра 5 будет означать чистоту данной синусоиды. Давайте нажмем на плюс. И вот вы видите, у нас появилась вот такая вот волна, которая подчиняется закону синусов углов. Так, теперь кроме чистоты мы можем еще и добавить амплитуду для этих волн. За скобки ставим звездочку и давайте поставим цифру 10. Снова нажмем на плюс и как вы видите амплитуда волн у нас изменилась. Давайте посмотрим как это отразилось на анимации. То есть вот с таким вот большим размахом шарик скачет вверх вниз. ясно дело что вы можете изменять и чистоту колебаний так как вам надо допустим 2 и амплитуду колебаний. Допустим я сделаю 3. нажмем плюс изменим все и снова проиграем анимацию. Как вы видите и анимация замедлилась и амплитуда движения вверх-вниз также стала меньше. также есть возможность использовать сочетание нескольких математических формул. Но тут я думаю мы не будем на этом сильно останавливаться. Методом подборов вы можете уже попробовать сделать это сами. Что ж надеюсь урок был полезен. На этом с графиком анимации мы пока заканчиваем. Но мы к нему еще вернемся. всем пока.